всем доброго здоровья и мир вашему дому друзья этим летом кто у нас уже на канале подписан видели как мы ездили в незабываемое путешествие в татарстан в город болгар по приглашению головина отца владимира значит когда мы приехали люди спрашивали как и чего как так получилось что прям для некоторых это что-то нереально съездить головину там как это все-таки вышло вот и я сначала там одному рассказал потом опять это же второму потом третьему и в общем поступило предложение говорит сними ролики просто расскажи и все чтобы все это видели то 10 раз одно и то же пересказать вот поэтому я решил снять на эту тему ролик рассказать как мы съездили в это интересное путешествие как нас пригласили что мы увидели какие наши впечатления и значит сразу хочу отметить что когда человек рассказывает ну например я сидел за границу увидел там пальмы вот а вот у нас березы то есть понятно что мы всегда с чем-то сравниваем вот и поэтому я волей-неволей буду это сравнивать естественно сравнивать ту поездку как у них там что находится значит с нами с нашим образом жизни и как это делается у нас вот началось это вся эта история интересно началась того что знал ли я отца владимира отца владимира я лично не знал я только слышал о нем в интернете немного немного и какое-то время назад отец владимир головин желал сюда приехать в нашу деревню в поселок потеряевка вот и даже тут местный блогер хотел как бы на этом хайп словить вот но так богу было угодно что отец владимир не приехал то есть поездка не получилось но шума было много что вот едет отец владимир там но я так даже подумал думаю приедет как-то интересно может быть но встретиться поговорить там наверно видел я до этого может быть два-три ролика там но вот сидит батюшка там возле алтаря и говорит какую-то проповедь ну что то может быть ей смотрел и все больше я ничего за него не знал значит как это было однажды летом я пасу коров у меня звонит телефон я там добрый день говорят нам алексей владимирович или алексей уж не помню как я горит владимир председатель общины спаска владимир насеткин я такой община спаска ну ладно и и что это вот город болгар мы хотим вас пригласить значит на день друзей общины то есть у них такой праздник фестиваль и в этом году он юбилейный пять лет я тоже я ничего не знал где чего а потом как бы немножко чуть-чуть дошло и говорит о том что отец владимир головин но мне говорят да да вот и тогда у меня чуть-чуть что-то хоть стало понятно что кто кто это такие люди и вообще куда куда нас зовут вот говорит сможете ли вы приехать там один или как-то семьей я году приду домой и потом вам перезвоним я пришел домой мы с супругой посоветовались большое желание возникло приехать тут посчитали свои финансы в общем как бы не очень может быть это было вовремя ну все равно проезд трата вот ну все равно мы порешили съездить тем более раз приглашают вот и значит я звоню и говорю да все вот мы приедем но позвонил не сразу значит мы как мы сделали купили билеты нам сказали что это мероприятие три дня проходит купили билеты то есть вот на эти три дня и потом сразу на поезд а потом когда купили я говорю слушай как же так игру смотри три дня там где-то колготня народ все то есть мы с детьми мы решили все поехать я говорю давай может быть это еще там поезд через день идет еще вот еще на два дня ну что я говорю даже вот нас там кто-то отвозить привозить все это будет неудобно там куча народа ну и слава богу мы сдали эти билеты и невероятно невероятным просто образом мы значит от железной дороги получили еще больше денег то есть получается те билеты которые мы купили заново они стоили дешевле вот и даже как бы я в этом просматриваю ну такое некое благословение вот который получилось вот а потом когда я спрашивал отца владимира я говорю значит очень говорю а почему вы ну как в игру вообще меня вот нашли нас он говорит хочешь знать технической стороны груда он был это так что он в технике не разбирается там интернет компьютер но вот у него есть там какие-то вкладки горит однажды ролик смотрел и увидела значит сбоку делать youtube рекомендует другие видео там значит было там мустинов алексей что-то там потеряевка но он знает потеряевку слышал вот и я горит раз посмотрел что-то ролика 23 посмотрел и в общем ну как-то бог ему на сердце положил значит ну что конкретно он сказал это можно узнать у него я уже сейчас не совсем помню да и может быть перескажу неправильно вот он конкретно какие-то доводы свои сказал почему именно я потому что я говорю ну в игры почему меня пригласили вы же знаете что не я основатель этой деревне например вот значит он конкретно сказал вот и и потом он у себя на собрании значит вообще не предложил как бы дал задание говорит вот вот этого человека бы надо бы пригласить сюда и потом на следующем собрании сказали чтобы все этот человек сюда едет уже купил билеты вот ну я потом мы позвонили значит то уже этому владимиру говорим все мы вот купили билеты вот на такие дни ну и и все здорово в общем в один конец ехать практически двое суток до казани это было интересно в поезде мы всей семьей полностью от купе выкупили в общем все радостно там нас встречает один из общинников на микроавтобусе владимир фомин хороший ну как сказать парень вот я тоже сам себя парнем считаю парень значит говорит мало но по делу вот и с нами еще было тоже приехал нас мы как бы нас не не одних встречали еще был глеб тюрин вот глеб тюрин это его пригласили как специалиста он является советником председателя правительства по развитию территории значит территории общины деревни вот это вот вся его тема вот вообще интересный человек он там побывал в различных странах знает пять языков то есть ну не просто там какие-то как-то чуть-чуть а прям серьезно так там японский язык знает в общем пока мы ехали эти 200 километров до волгород казани был очень интересно мы общались и вот сразу такой вот интересную как бы вопрос или тему что ли подняли понятно тему переезда все общины и вот он меня спрашивает говорит ну а как вот вывод что там последнее время там антихрист и все там ну и как вот то есть я говорю как нас учили ну да вот а если значит так будем жить а потом вот если не сможем там или как то то вот придут там все вот мы там мучениками помрем вот он говорит начал обязательно сразу так вот мучениками помирать то есть и предложил такой некий альтернативный вариант когда ну когда крайняя степень будет значит когда там значит это будет мученичество а еще до того то есть можно как-то все грамотно сделать в общине что ну где-то там будет плохо вообще община будет существовать то есть он это говорит из практики из примеров мировых примеров построения общин которые уже как бы ну были уже существовали вот ну и значит все мы приехали вечером нам выделили отдельный домик приехали мы такая как турбаза что ли назвать ее казачья слобода называется все такой хорошенький домик все нас покормили сказали утром приедем за вами значит при пригласили там трех спикеров вот значит меня глеба тюрина максима степаненко чтобы мы выступили наступает утро такой интересный момент что у нас разница в часах мы то уже проснулись а уже у них там часов 5 еще утра а мы уже все можем проснулись уже спать не хотим вот ну это походили вокруг посмотрели интересно конечно необычно тут волга рядом как бы так притока такая потом приезжает отец владимир вот значит меня так немножко дикну во первых я его видел видео он всегда сидел такой маленький а тут такой мужчина такой большой прям меня это так очень удивило вот поскольку мы здесь были не одни гостями значит тут еще другие люди приехали гости и наша встреча была с ним не только нашей семьи а тут еще другие люди были и я вот первый раз я увидел когда как говорится люди прям с таким вот к нему прям у слова наверно там кидаются бегут там или как-то наверно может быть слишком грубо будет сказано но смысл понятен что люди настолько прям вот игру как пока я еще только все смотрел вот мне это было интересно то есть мы тоже все там поздоровались все и меня это как-то вот ну как-то удивило для начала вот все сели в машину поехали значит он нам проводил экскурсию экскурсию по достопримечательностям мы начали с авраминского храма в котором они свое время установили макеты сделали такие макеты храмов каждый макет храма это эпоха какая-то вот эпоха какой-то век и вот ну соответственно вот это строение храма вот оно соответствует этой эпохи и он все рассказывал я вообще думал сначала думаю что историк какой-то что ли вот ну потом понятно что он просто занимался историей вот этих мест и очень глубоко достаточно потом мы поехали на святой источник мученика авраамия болгарского тоже интересно я узнал и он так и отец владимир так нет нет меня так раз так это под бог говорит это грит это наш с вами святой авраами болгарский умер там 1229 году то есть как бы что ну и старобрядческий тоже а я такого я говорю я его и не знал вот и он так нет нет периодически значит мне это все делал вот то есть как бы одно время какой-то один момент меня даже такие мысли закрали что как бы он пригласил меня как ну представителя старобрядчества вот но об этом потом дальше поподробнее то есть почему так значит потом мы поехали в этот в старый город болгар это у них там музейный комплекс большой там стоит мечеть в которой находится самый большой коран в мире тоже интересный момент такой вот все потом там находится многоэтажный музей мы в него не заходили мы только по набережной проходили там вот он все рассказывал нам какие исторические события связаны с этой землей было очень интересно прям весьма потом пообедали и поехали в скит ну скит значит это что-то как часовня вот то есть это не храм где у них проходят молитвы то есть где у них молится неусыпаемая псалтырь круглосуточно они молятся акафисты вот это молитва по соглашению вот значит потом что там там все так красиво все так ухоженно то есть люди работают видно но все просто то есть не то чтобы там в позолоте в какой-то не не все железо все там дерево показала показали значит эти дома где паломники приезжают тоже молодцы все так грамотно продумано паломникам нужно где-то отдыхать места там все прям с таким этим ну то есть мне это очень очень прям ну понравилось и когда мы зашли значит то место где молятся у них прям игру если бы мне когда-то бы завязали глаза туда завели его то потом сняли повязку и сказали бы где-то но я бы сказал что наверное где-то в старобряческой часовне вот иконы все деревянные все все и вот ну прямо все так по нашему по старобряческие вот а он меня опять такой сбок такой видишь видишь говорит это что вот у нас вот как у вас всего по старобряческому все вот а потом я узнал что значит у него бабушка старобрядка была и поэтому ему очень симпатизирует старобрячество ну в плане этой строгости там и всего всего остального вот значит потом мы отправились еще такой один интересный момент когда мы значит там нас на машине все возили ну и вот с одного места переезжали на другое и он рассказывал как у них проходит голосование общинное значит совет общины у них там 6 7 человек и он там и вот когда у них проходит голосование значит это он говорит мы так говорит например вот голосуем например 6 или 7 человек за а играть против и когда он рассказал говорит и все если горит вот значит так проголосовали мы там горит молимся все то я подчиняюсь а я так сижу так и говорю и разве вы не говорите ах ты это там вы бесноватые вы не так как как вот я сказал как бы это а вот так на полном серьезе он такой нет нет у нас горит я не так не это а сидит максим степаненко смеется то есть максим понял про кого я говорю и ну и вообще про какую ситуацию про что рассказываю вот такой смешной момент был когда переезжали вот а потом значит приехали мы вообще ну в саму посмотрели какие там дома они строят значит для общинников какие уже построены какие-то строят у них там план висит это все возле диски находится рядом то есть там пешочком нужно пройтись план такой там у них серьезная большая территория уже как бы в их ведомстве что я так понял вот и у них там где жилая застройка парк храм будет там еще что-то вот прям молодцы то есть все это прям так вот они распланировали и по крайней мере потихонечку пытаются с какими-то корректировками придерживаться этого плана там у них есть дом общинников вот я уже как-то рассказывал что что это такое четырехквартирный дом дом кандидатов не общинников кандидатов где они принимают людей например у ты захотел в их общину приезжаешь туда и на год у них срок год ты живешь там то есть как социализируешься вот и проверяешь себя сможешь не сможешь ты вот и соответственно если ты проходишь этот срок ну наверно у тебя там замечаний нет или как-то то все значит там голосует выбирает и потом тебе наверно дом предоставляет вот вечер этот закончился закончился он у нас а потом мы в кулуарах там все общались отец владимир там максив степаненко глеб тюрин рассказывали обо всем эти с владимир сказал говорит говорит завтра можете говорить ну как бы что угодно ну в плане по теме но для того чтобы как-то вот говорит немножко расшевелить людей то есть может быть что-то провокационное что-то там еще вот и поэтому как бы ну там выступал максим степаненко у него это очень хорошо получилось вот сейчас мы до этого дойдем значит пообщались мы потом мы еще все там разошлись я еще общался с глебом мне было глиб владимирович мне было очень интересно послушать человека я ему вопросы задавал он молодец мужественно там до полночи меня выслушивал там отвечал и так далее ну мы где-то с ним пару ночей наверное вот так вот общались вот мне было интересно этот человек услышать от него опыт какие-то там знания получить и так далее вот значит субботу субботу нас забрали полностью владимир насеткин с этой базы и утром и переселил к себе в дом вот жена с детьми там уехала к родителям вот а значит мы жили в этом доме большой дом такой двухэтажный все прям все было в нашем ведомстве все предоставлено поэтому мы жили ну просто шикарно так скажем вот ничем не притесняемы не временем там ничем вот прям все было хорошо значит в субботу позавтракали и началось мероприятие выступали мы втроем глеб тюрем первый выступил было очень интересно все слушали взахлёб ну реально его интересно слушать он такие факты там приводит все на вопросы отвечает прямо бедно аж даже отпускать не хотели ну там по времени ограничено все потом дальше максим степаненко выступал он молодец конечно он умеет преподнести такую как это провокацию что ли вот он там настолько людей завел что там если были бы помидоры его бы закидали бы помидорами вот в моем выступлении видно где мы вроде как шутку говорим что он умрет мучеником вот но на самом деле он говорил ну как бы важные вещи которые мы должны и исполнять как православные христиане если мы вот их не будем исполнять тогда какие же мы православные вот то есть все нормально ну и потом я то есть меня пригласили как собственно как сказать ну как практика потому что там еще интересовались вопросами не только вот община а еще вопросами переезда из города на землю то есть вот конкретный человек то есть вот мы семья наша и мало того что не просто вот переехали в общину и я рассказывал значит как вот мы переехали как и чего и опыт жизни нашей общины у нас 30 лет уже вот как мы начинали что в итоге мы получили за эти 30 лет то есть я говорил только факты вот старался то есть не фамилии не имен то есть мы это потому что я говорю что то есть меня попросили поделиться опытом я делился опытом а опыт бывает разный хороший или плохой вот и это тоже опыт даже если он плохой поэтому вот ну в общем общем делился и потом максим степаненко говорит мы все горит друг друга дополнили вот как-то да но так как-то и получилось прям прям как-то вот ну дополнили реально друг другу так и интересный момент который вот мне там задали вопрос что говорит это если будущее у вашей общины вот я сказал нет но как бы поставил запятую вот я имею ввиду что чисто математически нет потому что вот когда мы например общались с глебом глеб не вообще говорит а вот говорит ну вот знаете есть определение вот например что такое дом дом это там строение имеющие четыре стены крышу там окна и так далее вот он о мне например по такому же принципу говорит вот община это вот вот такие факторы у вас это есть я говорю нету он не еще что-то задает я не могу на это ответить вот и поэтому он к бы говорит так какая-то община тогда Есть какие-то общепринятые формулировки, но мы называемся общиной, и были первоначальные задатки, очень ярко выражены, но и в чем-то община продолжает дальше существовать. В том плане, что службы утром-воскресеньем, люди идут в храм. Даже в этом уже можно заметить некую общинность. А также жизнь в горе и в печали, помощь и так далее. То есть я говорю, какие-то задатки есть. И поэтому, когда я сказал, что нет будущего чисто математически, если просчитывать, но я поставил запятую и говорю, что мы все собрались по воле Божьей, мой переезд по воле Божьей и так далее, значит у Бога нет ничего невозможного. Чисто математически, если считать, ну то есть там есть, нету, а у Бога все возможно. Бог может допустить так, что люди сами своими действиями развалят все, или люди сами своими действиями начнут созидать, или созидать из развалившегося, или там наоборот как-то в разных вариантах. Поэтому Бог все может. То есть наша главная цель, вот, общины, православные общины, это, как и сказал отец Владимир, это вера в Бога. Надо вот здесь четко отметить, отец Владимир молодец, он правильно сказал, что говорит, мы, говорит, надеемся на Бога, но сами не плашаем. Как это понимать? То есть не просто мы сидим там, подайте нам, да, там, или кто-то бы мне дал бы что-то. Вот. Вот он молодец, он, ну как, не гнушается, не считает это унизительным, пригласить специалистов, для того, чтобы, вот он и говорит, я, говорит, для этого я пригласил Глеба, для того, чтобы тот помог правильно реализовать вот эту экономическую, ну как бы систему там в этой общине, чтобы она была живучая. Вот. Они так просто на мой век хватит, то есть вот мы пока живем, там, живем и слава Богу, а как дальше там, вы как хотите. Вот. Нет. Ему это не стыдно, отец Владимир четко признает, я, говорит, никакой. Вот. И все, для этого мы, вот, говорит, вас и пригласили. Вот. Помогите нам сделать. И мне было очень приятно, когда мы ехали еще, когда у нас день экскурсии был, проезжали мимо, и вот отец Владимир говорит мне, говорит, смотри, говорит, вот видишь, там вот стоит здание такое, ну, производственное, одноэтажное. Он говорит, вот это вот, говорит, у нас тут цех холодной ковки, значит, там вот, говорит, у нас сейчас мясоперерабатывающий цех, ну, говорит, это, ну, как запускаем. Вот. То есть, получается, приехал какой-то человек, и он разбирается в ковке, и вот, ну, я так понял, что вот, давай, мы тебе тут сделаем, будешь, значит, работать, там какие-то, может, рабочие места появятся. Вот. То есть, это, а я ему говорю, говорю, слушайте, как это мне очень близко, и мне очень приятно, что он думает о будущем. То есть, вот оно, стратегическое планирование. То есть, он об этом думает, он мог бы об этом не думать. Смотрю, там, банки с табелями, ну, издалека все проезжаем. Я говорю, а это что такое? Он говорит, да, это вот этой весной сок собирали березовый. Собирали, и там, ну, консервировали, продавали, наверное. Да, я рассказывал о себе, о переезде, значит, зачитал там наш устав и так далее. Вот. Все, прошло это мероприятие. Значит, народ там пофоткались, все там, это, понятное дело, интересно, обменялись там чем-то. Вечером мы пошли покупаться, нам было очень интересно. Река Волга вообще никогда в жизни не видел. Ну, вживую-то. Вот. Не был в тех краях, все, пошли. Там еще такой крутой берег. Там недалеко как бы идти от них. Вот. Спускаешься, все, и была прям хорошая вода, чистенькая была. Потом она, правда, зацвела, там вот тоже в наших роликах есть. Вот. Но это уже потом. И вот первый вечер прям нормально. Покупались, все, пришли домой. Утро, утро воскресенья, значит, так получилось, что воскресенье у них там, ну, совпало, наверное, я не знаю, тоже, получается, их брат и сестра, их самолитвенники решили в этот день повенчаться. Вот. И получается, мы, гости, еще и на свадьбу попали. Вот. И это было, ну, конечно, тоже так было интересно все прям. Все, свадьба. И вот, что меня удивило. Значит, когда там было ведущие, все там. Во-первых, надо отметить, что вот, когда было вот это мероприятие в субботу, когда выступали там, вот эта вся подготовка, там было столько народа, а народа приехало всякого. То есть, это не их общинные были. То есть, общинские там, ну, сколько их там человек-то там. Вот. А то есть, много народа приехало, они со всех концов, можно сказать, земли. Потому что приехали даже с Канады там кто-то. Вот. И, ну, разные люди. Вот я прошу, что там всякие разные были. Значит, и как они все, они все подготовили, там кто-то у них этот, ну, обед там все на всех. Значит, кто-то занимался детьми, там нанимали каких-то людей, чтобы вот все это прям в такой форме. Молодцы прям. Я понимаю, какой-то большой труд, вся эта подготовка, вся эта суета. Мы-то гости, мы приехали, там полубались, то есть, нас еще там с нами нянькались, там вот. Ну и, значит, когда шла свадьба, там была ведущая, и меня что удивило, там она в какой-то момент потом, там, дорогие братья и сестры, там, или как-то, я уж не помню, что вот, там в три часа у нас будет благодарственный Акафист. Вот, и все, все так ели-еле-еле, потом раз в три часа, а чик, все встали, начали молиться, благодарственный Акафист. Приятно, я прям, интересно, вот это вот такое увидел, таких зажженных людей, вот, я говорю, прям так, как сказать, там вот этот Акафист, там, это давали, там, каждому, там, по куплету прочитать. То есть, это было настолько прям, вот, ну, мощно, ну, я нигде такого не видел, вот, может быть, я мало где был, вот, я знаю, что вот, бывает, говорят, там, вот, там, про сектантов, да, там, что вот они такие, там, зомбированные, вот, это чем-то похоже на, вот, ну, там, у тех, там, какой-то свой дух, а здесь вот такой христианский дух, который вот, они наполнены вот этим вот, любовью и все такое. Вот, помолились, сели потом опять. На свадьбе, интересно, не было вина. Я потом спрашиваю у Володи, значит, у нас сядет кинопредседателя, я говорю, это, Володя, говорю, а почему вина не было на свадьбе? Ну, он объяснил так, что, говорит, люди-то разные у нас приехали, ну, из общины, там, чтобы, смысл такой, чтобы, короче, не подавать повода. Вот, как бы нет и нет и все. Вот, ну, и все, и нет. То есть, это не то, чтобы, там, никто вина не выпивает. Нет, нет, нет. Просто, что, вот, именно в данной, как бы, ну, на данной свадьбе решили так. Вот, ну, здорово. Прям, прям было, в общем, приятно и здорово. Вот. На следующий день, понедельник, опять с утра мы собрались, там, провожали Глеба Тюрина. То есть, еще раз посидели, вот, отец Владимир, там, пригласили, тоже еще там ребята были, значит, какие-то моменты обсудили по общине, по организации и так далее. И, там, они, значит, договорились о дальнейшем общении, контактах и так далее. Вот, проводили Глеба все. И мы с отцом Владимиром пошли, значит, он пошел мне показывать скит. Ну, то есть, там, его часть именно, где вот у них проходит собрание. То есть, мы пошли с ним побеседовать. И, когда мы шли туда, он говорит, у нас, говорит, проходит собрание, говорит, у нас, говорит, председатель всегда сидит там. Я так не понял, я думаю, если, думаю, этот человек, думаю, как это может он сидеть-то всегда постоянно там. Думаю, значит, это не человек. И вот, какая интересная картина. Значит, когда мы пришли, такая комната, вот стоит вот такой стол продолговатый. И, как обычно, на торце всегда, ну, вот в любом обществе, да, там, в семье, там, отец сидит, то есть, как глава, глава какого-то общества. Вот, так же и здесь. Вот, типа, председатель стоит такой стул с двумя поручнями, и на стуле стоит икона Христа с лампадой. Лампадка горит, все. То есть, для меня это так удивительно было. И вот он рассказывает, говорит, что мы, говорит, ну, мы, говорит, решили так, что это тоже не сразу пришло. То есть, он сразу сказал, типа, меня, говорит, садили, а я, говорит, а зачем, я не буду. Вот, ну, там, еще кого-то садили, тот тоже там не сел. И вот, насколько это правильное решение, я просто, вот, ну, поражаюсь. И, значит, говорит, как у нас проходит совет общины, там, мужики одни, человек шесть или семь, там, их. Вот, и, например, говорит, они голосуют. Как, говорит, было однажды. Или не однажды, может быть, это всегда, ну, не всегда так, но бывает. Значит, говорит, я, говорит, говорю мужикам, мужики, давайте вот этот вопрос, вот, сделаем вот так, вот так. Потому что будет вот так. Мужики, говорит, все, нет, мы, говорит, так не будем, давайте вот так, вот, потому что вот так. Ну, то есть, все, разные мнения, все, говорит, при таких делах, мы, говорит, когда у нас разношерстность, мы, говорит, встаем, молимся и голосуем. Ну, естественно, там, мужики за, там, я один, говорит, против. Все, я, говорит, смиряюсь, подчиняюсь, то есть это воля Божия. Но я, говорит, внутри, говорит, прям, ну, прям, ну, не по-моему. Я, говорит, ну, знаю, что вообще, говорит, не так это все должно быть. Но я, говорит, смиряюсь. Вот, а я все это как бы на ус мотаю, все это, все смотрю, все запоминаю. И думаю, а так ли это у нас? Думаю, как это у нас? У нас-то, думаю, вообще не так, ну, ну, и ладно, и что дальше? Проходит, говорит, две недели, и он потом говорит. И, говорит, случается ровно так, как говорили мужики. Я, говорит, потом прихожу и говорю, мужики, простите меня, ради Христа, я, говорит, был неправ. И у меня, знаете, в какой-то момент даже думаю, ну, то есть, еще раз говорю, вот, а я постоянно все сравниваю. Просто такой, как бы, это, там, взрыв, как отец Владимир говорит. Ну, и за это время, значит, я постоянно, когда было воскресенье, когда постоянно смотрел, ну, за людьми, как они там, что. Я говорю, я, знаете, что заметил, вот, интересный момент, это просто, как бы, такое небольшое отступление. Как люди, я говорю, прям бегут, прям к нему, прям, вот, то есть, от него вот что-то такое вот исходит. Как вот, ну, нереально, я сам с ним, то есть, рядом был, сидел. И, прям, чуть ли не кизуется, вот, как, там, не знаю, как ко Христу, там, ну, там, понятно, исцеление просили. А здесь, здесь он ничего там не раздавал, ничего там, ни пирожки, ни конфеты. Просто, там, обнимет, там, все. То есть, какая-то лучезарность. И люди такие осветленные, окреленные, такие, как бы, такие радостные, вот, все, как бы, больше ничего и не надо. Вот это невероятное просто чувство, которое меня поразило. Вот, ну, это, значит, небольшое отступление. Дальше. Значит, он, когда мы там сидели с ним, рассказывали, точнее, общались, он говорит, ты же, говорит, знаешь, что я хотел к вам приехать? Я говорю, да, конечно, я говорю, тут столько, говорит, шума было. И я, говорю, так, думал, ну, приедете, думаю, это, ну, повидаться как-то мне тоже было интересно. Потому что тут все, вот, отец Владимир приедет. Он говорит, было это так. Меня, говорит, пригласили, я, говорит, купил билет, собрал вещи, все, уже были сопровождающие. Тут, говорит, откуда ни возьмись, в общем, наступила болячка какая-то. Ну, вот, такая болячка, которой, говорит, никогда и в жизни у меня не было. И болячка не просто, что я, говорит, ходить не могу, меня положили в больницу. Вот, и я, говорит, это рассмотрел однозначно как волю Божию. То есть, помните, когда у апостола Павла, значит, апостол Павел хотел куда-то пойти, но написано, Дух Святой его не пустил, что, вот, ну, то есть, это уже мое дополнение, что, вот, как бы, не ходи сюда, там, уходи вот в это место. Вот, и здесь, по всей видимости, ну, значит, не получилось. Ну, а тот, вот, я, говорит, это, как бы, расценил именно так, что, по крайней мере, на тот момент ему ехать точно не надо было. Отец Владимир пригласил нас в гости к себе домой, мы тоже такую, можно сказать, честь исподобились, что ли. Вот, побыли у него там, пообщались, все, чаем попоил нас. И, значит, вечером тоже Владимир уже нас забрал и к себе привез. И когда, вот, мы, интересно, общались с отцом Владимиром, у него там, вот, он говорит, вот, ты, говорит, понимаешь, я, говорит, ну, сколько там у него лет служения в сане было? Тридцать летом или сколько? Я, говорит, когда вот исповедовал, ну, там, за все это время, да, я, говорит, потом однажды осознал, что я, я, говорит, самый грешный человек. Ну, вот, прикинь, вот, столько людей исповедовать, и как бы, вот, там, ну, как это сказать, что это, там, само, там, смирение, там, или как-то, не знаю, вот, может быть и так, а может быть и правда, там, как-то, вот, к чему я это говорю, что, когда я приехал, и когда, вот, пришли мы туда, на это мероприятие, все там, еще раз я повторяю, что народу, там, с разных концов был всякий народ, я не знаю, там, их духовное состояние, там, и так далее, вот, вот, но я себе сразу включил такую функцию, вот, что я никого не буду осуждать. Почему я так себе включил? Потому что нас, а вот смотрите, община, община, это, это общество людей, которые собираются вокруг какого-то человека, значит, но не просто человека, понятно, что духовное, это мы все в Бога верим, вот, то есть мы это не берем, а именно какой-то духовный лидер, который, там, какую-то идею несет, значит, ну, там, и так далее. То есть община – это люди, которые собираются вокруг какого-то лидера, он бывает духовный лидер, бывает, там, еще какой-то лидер, вот, и волей-неволей, то есть они учатся у него, он транслирует какую-то программу, так скажем, что-то говорит, там, чему-то учит, вот, и про что я говорю, что нас волей-неволей учили осуждать. А как? То, что мы самые-самые, там, самые уникальные, или, там, такие речи тут, вот, что, там, золотой состав, там, или еще что-то. И когда я приехал туда, естественно, ну, там, ты что, ужас, там, у них пуговичка расстегнута, там, или, там, я не знаю, нету поисков, там, или, ну, там, или еще там чего-то, понимаешь? То есть, и, я говорю, что нас не специально учили осуждать, а это, как бы, подсознать на подсознательном уровне, что если мы самые-самые-самые уникальные, то, значит, те, это вообще просто, они просто самые, никакие, можно сказать. И, а у отца Владимира, интересно, я не заметил, что вот он якал, там, я-я-я-я-я, там, нет, он как-то мы, там, вот, они, там, кто-то, что-то, вот, все вот так вот. Вот, поэтому, я говорю, всегда вспоминаются слова Христа, помните, когда он говорил, что, говорит, эти лидеры были, там, вот, там, Февда, там, Иуда, ну, говорит, их, говорит, убили, и все, все стадо рассеялось. Вот, то есть, это, когда духовное, значит, дело Божие, точнее, вот, то, ну, его ты не погубишь никак. Вот, а если уже это дело просто от себя, которые придумали, там, свое юридическое вероучение, то, соответственно, вот такой их и конец был, что лидера не стало, и все рассыпалось. Как раз об этом говорил Максим Степаненко, о том, что в общине люди должны быть разные. Если говорит, вот, о чем он говорил, мысль, может быть, не каждый понял, если люди заточены все на одного человека, здесь нету в этом ничего такого, то есть, это Божий закон, птицы слетаются подобным себе, вот, но в любом обществе, то есть, должны люди быть с разными точками зрения и так далее. А когда точка зрения не приемлется вообще какая-то чужая, там, или, ну, не такая, как у лидера, например, то все, это конец никуда, но я это тоже подтвердил, что, вот, а он на меня говорит, вот он пророчествует, там, динозавры вымерли, ну, как бы, какое пророчество? И так понятно, что если ты будешь думать вот такими вот шаблонными мышлениями, старинными, то есть, ты не сможешь эволюционировать, не сможешь выжить в этом мире просто. Значит, потом понедельник был, еще один свободный день, уже мы его провели так, ну, свободно, сходили на Волгу, вечером съездили на источник Афрааме, набрали святой воды там, и в поезде ее пили вода, прям, прекрасная такая вкусная вода, прям, вообще. И самое, что интересно, я говорю, как там все чистенько у этого источника, приезжают мусульмане русские, все его почитают, мусульмане его считают своим святым, наши, значит, своим святым, все ему молятся. Вот, то есть, такое необычное, как бы, даже когда вот этот Владимир рассказывал, то есть, вот эта земля болгарская, город Болгар, там столько национальности было, вероисповеданий, и все как-то жили дружно, как-то уживались. Были и войны там, конечно, вот, и это прям, ну, место такое, я говорю, прям, вообще. Вот, и я все это время как бы искал подвох. Вот, я смотрю, как бы, ну, такое, такие люди, я говорю, когда вот стали молиться, все как-то, вот у нас, у старобрядцев принято, когда там в субботу, например, подходим к Библии, вот, и когда кланяемся до другу, значит, или к иконе, там, до другу когда кланяемся, говорим, там, Христос посреди нас, то есть, есть и будет. А тут подходит человек мне просто, там, Христос посреди нас, там, и казалось бы, типа, да ладно, он там, это, ну, типа, так они, просто, да нет, нет, совсем не так. Пытался найти, я говорю, подвох, что вот там люди, там, так вот прям к отцу Владимиру все, то есть, в каком плане подвох, что вот это, типа, там, уж артисты, или они там придуриваются, там, или еще что-то. Но, я говорю, есть фильм, а есть, как бы, моменты за кадром, вот, и таких моментов очень много было, я все это видел, вот, и там не было никакого подвоха, вот в чем дело, там было все это искренне, так, настолько, такая вот любовь, как бы, и его открытость, его открытость, то есть, вот он, он, в первую очередь, настолько человек такой, ну, не зря же к нему люди, там, толпами тянутся, вот. Значит, ну, да, я говорю, что организация праздника была, конечно, на высшем уровне, и то, там, якобы, записывались, то есть, надо было заранее, там, записали не всех, потому что, ну, не готовы просто были принять, там, еще там, больше народа, вот, ну, и так было много, хотя, говорит, просились многие, вот. Ну, и потом мы, слава Богу, нас опять проводили, все, мы сели на поезд, и когда мы приехали домой, у меня даже видно в ролике, нас тут встречает моя мама, вопрос такой тоже, где лучше, вот. Ну, такой смешной вопрос, почему, потому что, так не скажешь однозначно, вот, вот, я не говорю, что там рай, вот, то, что я увидел там, почему, потому что это сообщество живых людей, в первую очередь, а там, также, там, тоже и ругаются, и какие-то недопонимания, и, ну, там, какие-то вопросы нерешенные решают, то есть, это все, 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 как и везде, вот, но там люди верующие, и они четко знают, куда идти, они знают идти, в каком направлении, вот, и они идут, стараются, вот, поэтому сказать, что там, где лучше, там, или, там, ну, там, как вот мне задавали вопрос, поехал бы ты туда, ну, я говорю, во-первых, я-то вернулся сюда к корням, вот, а если бы у меня ничего не было, и я бы знал, что там общество верующих людей, да, пожалуйста, мало того, что у них там тоже жесткие условия, чтобы попасть в общину, нужно быть два таких, как бы, основных, первым браком и много детства, чтобы у тебя, ну, там, от трех детей, по-моему, или от двух, или от трех, что-то такое должны быть, вот, поэтому, кто не попадает под эти условия, по каким-то обстоятельствам, вот, значит, они селятся, мы так это назвали, второй круг общины, то есть, там же рядом деревня, они селятся рядом где-то, но при всем при этом, они общаются плотно с друг другом, прям, вообще прекрасно, то есть, или там, а кто-то просто, там, ну, вот, я не хочу в общине, но мне нравится вот со всеми общаться, как бы жить, я буду жить вот здесь вот отдельно, пожалуйста, пожалуйста, то есть, очень хороший, как бы, вариант. Когда я вот это увидел, вот это вот отношение людей, все, я, знаете, так вот, когда я приехал, ну, вот, меня тут спрашивали, кто, я говорю, знаете, я увидел какого-то вот, как будто бы, вот, Яна Кронштадтского, вот, я его, понятно, живую не видел, там, видел только, там, ну, фильм какой-то, фотки, там, еще что-то, ну, вот, и вот примерно то, что было у Яна Кронштадтского, вот, примерно я это увидел здесь, знаете, такой современный, такой, Ян Кронштадтский, там, в другом обличье, вот это вот, я говорю, вот это я вот увидел, реально. У меня, конечно, один такой момент, вот, ну, я говорю, вот, я уже это отмечал, я говорю, что вот, он не якает как-то нигде, не я-я-я-я-я-я, то есть, я у него вообще этого не видел, вообще вот прям нигде, вот, то есть, какая-то, ну, абсолютно другая, как-то другое поведение, абсолютно. А потом, когда приехал, то есть, вот, не зря же, может быть, ему Господь, вот, именно ему почему-то, а не кому-то там, как говорится, не то, что вручил вот такое дело, а ведь молитву по соглашению, мы знаем, что это идет с Ветхого Завета, еще все это, вот, само понятие вот это молитва, вот, вот, но вот в таком плане, по крайней мере, у нас здесь, ну, как сказать, в России, я не знаю, за рубежом, где есть, я вот знаю, что это было организовано им в России, и оно разошлось по всему миру, там тысячи людей просто молятся, вот, подключается в один момент, там, все четко у них, там, какие, значит, акафисты, в какой день, там, в какой, значит, в какой час, вот, и почему-то Бог именно ему это верил, как бы, дал ему вот это понимание, организовать вот это на таком уровне, ну, тоже надо задуматься, почему именно он, а потом, когда я приехал сюда, и я узнал, оказывается, что, там, один из моих родственников, у него там не было детей, когда он женился, и, оказывается, они тоже молились, молитвы по соглашению, ну, вот, узнали вот так и стали молиться, не знаю, там, по каким причинам детей не было, и бах, Господь дал дитя, то есть, невероятно, а я потом говорю, так ты чего молчишь-то, говорю, ну, когда вот начали разговаривать, я говорю, это ж чудо, это очень интересно, а по всей видимости, тоже там, как говорится, шансов не было, сейчас вообще с этим делом тяжело, вот, видишь, как Бог дает, то есть, просто невероятно, ну, и, значит, так скажем, последний момент, или предпоследний, когда я приехал сюда, и вот после всего того, что я увидел, я говорю, у меня такое, как бы, ну, было в голове переживание, в том плане, что чему там здесь, как говорится, учили нас там, да, преподавали всему, и что я там увидел, вообще это полезно, как это говорят, каждая лягушка свое болото хвалит, поэтому иногда лягушке полезно выезжать из своего болота, там, в другое болото, да, образно, вот, то есть повитать, чтобы у тебя было объективное мышление, суждение, вот, а не так, что, там, мы самые умные, там, и все, а все остальные дураки, вот, и когда вот так я ехал, и я все это, ну, я думаю, сейчас будут спрашивать, конечно, я думаю, как-то долго рассказывать, нет, думаю, как это все вот уместить, и, в общем, у меня все это уместилось в одно предложение, вот, и когда меня спросил здесь один человек, типа, ну, как вот, расскажи, что там, я говорю, очень коротко, одно предложение, первая часть из которого это моя, а вторая часть это слова Христа, но только не прямая речь, ну, вот, значит, выглядит это так, они никакие, там, те, в скобочках, не такие, как мы, ну, прикинь, пуговичка расстегнута, пояска нету, ногти крашеные, бороды у кого-то там подровненные, то есть это все, это просто, ах, там, там, не знаю, трех платков нету, и там, не знаю, еще там чего-то, вот, хотя интересный момент, на молитве все в платках стояли, ну, женщины, говорю про женщин, все в платках, вот, дальше запятая идет, и слова Христа, они будут судить вас на страшном суде, еще раз полностью, без всяких перерывания, они никакие, в скобочках, не такие, как мы, запятая, они будут судить нас на страшном суде, вот, естественно, тому, кому я сказал, не понравилось, вот, ты уже там осудил, я, я никого не осуждаю, вот, я просто констатировал факт, меня спросили, как это, вот, я так и сказал, вот, никакого осуждения, вот, просто, ну, говорю то, что увидел, вот, а потом, значит, последний момент, говорит, почему ты, когда уезжал отсюда, не сказал, вы не сказали, куда вы поехали, значит, естественно, когда мы поехали отсюда, мы благословились у своего духовного отца, у нас по уставу положено, значит, в нашей деревне, вот, я, я еще у местного батюшки благословился, вот, ну, положено, как бы, и мне оно лишним не будет, то есть, я верующий человек, в принципе, благословиться, вот, и в это, значит, почему не сказал, я говорил всем, что мы поехали на берег Волги, все, на берег Волги, было тут такое событие, в прошлом году, по-моему, или позапрошлом, значит, у моих родителей был юбилей, 50 лет совместной жизни, прекрасный праздник, у моих родителей 7 детей и 17 внуков сейчас, то есть, это, как бы, ну, родители достойны уважения и внимания, почему, потому что сегодня не везде такое, не в каждой семье и так далее, поэтому, это была не моя идея, мне предложили, говорит, пригласи журналистов, ну, интересно же, интересный репортаж, я говорю, ну, наверное, вот, и я стал искать, в Барнауле здесь, значит, много там кого обзванивал, ну, точнее, не слишком много, но начал обзванивать, ну, и раз тут телекомпания толк, о, говорит, интересно, давайте мы, говорит, приедем, ну, мы, говорит, в субботу не можем приехать, а у нас мероприятие было запланировано на субботу, вы, говорит, поснимайте, а мы приедем в воскресенье, снимем еще о вашей деревне, и вы потом дадите этот материал, ну, так скажем, со свадьбы, вот, и мы в это, там, сделаем фильм. Приехали они в воскресенье, значит, я им тут немножко провел экскурсию, тут порассказывал, все тут поснимали и уехали. Молодая журналистка была, девушка, вот, может быть, она еще малоопытная, может быть, ну, там, может быть, я что-то не так объяснил, там, не знаю, в общем, выходит материал, они сказали, мы, говорит, сначала выпустим материал про деревню небольшенький, а потом выпустим уже про свадьбу, про вашу. Ну, все, договорились. Значит, выпускает материал и пишет как-то вот примерно заголовок, типа старобрядцы там восстановили деревню. В принципе, в заголовке ничего нету такого, ну, как бы неправильного. Вот, почему? Потому что, значит, мать основателей, которые руководили здесь возрождением, она старобрядка. В прошлом они сами были старобрядцы. Соответственно, ну, как бы, вот они вообще все из семи, там, киржаков, беспоповцев. Вот, потом они в старобрядческую церковь уже, как бы, ну, пришли там. Вот, и, и потом там, вот, жизнь так получилась, что эти основатели, значит, куда они ушли в новобрядчество, то есть, там, зарубежное, и сейчас они в МП. Вот, так вот, что сделали адепты блогера, вот, который, кстати, не попал, вот, когда эти корреспонденты приезжали, ну, не попал, так скажем, в кадр. Хотя он в кадр попал, он там занятия вел, вот, когда мы приходили, то есть, ну, там, у него не брали интервью. Адепты под этим видео, там, такой пакости начали писать, такой бред, такую ерунду, что, ну, в общем, во что это во все вылилось, что я даже потом звонил, извинялся, я говорю, ну, вы уж простите, говорю, это, то есть, абсолютно начали из-за чего? Из-за того, что вот старобрядцы написали. То есть, она потом даже, они, ну, как говорится, под таким этим сменили, в общем, название там, ну, ошиблась немножко. Ну, то есть, это настолько было неважно, вот, но ей настолько было огорчение, этой молодой, она, может быть, практиканка, может быть, она, как говорится, у нее, может, какая-то там зачетная работа была, вот, ей нужен какой-то был материал интересный, вот, по всей видимости, может, за ней следили, как вот, какой отзыв у людей будет. То есть, там такую грязь устроили, и все. И она потом вообще перестала выходить на связь. Я только последний, что позвонил, говорю, слушайте, ну, простите, говорю, пожалуйста, я говорю, даже не думал, говорю, что все так получится, такая вот, ну, такая неприятность, вот. И все, то есть, ну, и она потом, говорю, потом, ну, она сказала, такая, да нет, нет, ничего страшно, там нормально все, ну, а потом просто не стала выходить на связь, и, соответственно, второй материал, который был запланирован, он так и не вышел. Вот, поэтому, зная уже вот этим горьким опытом наученный, естественно, я не сказал, потому что я знал, что, ну, этот человек опять может устроить какую-то диверсию. Ну, вот, соответственно, я поехал туда, и спокойненько мы провели праздник, пообщались, соответственно, когда я выступал, на моем выступлении можно заметить, что я ни фамилии, ни имен, никого не указывал. Почему? Потому что мне просто неприятно ассоциироваться с этими людьми. Вот и все. А вся поездка была настолько благословенная, настолько интересная, нужная, полезная, обменялись, ну, я говорю, знакомствами, как бы новые люди, новые возможности и так далее. Поэтому все это по воле Божьей. Вот, я благодарю, мы благодарим Бога, в первую очередь, за то, что вот Господь так позволил нам съездить туда, все это устроил, несмотря на то, что мы там до этого болели коронавирусом, как раз в то время, ну, переболели мы все, мы уже были здоровы, вот, и, как бы, было там хозяйственно, кого оставить. Мы благодарим отца Владимира за то, что он нас нашел, за то, что вот так вот расположился, как бы, ну, не знаю, посчитал, там, нужно нас пригласить, вот, и вообще всех, вот, общинников, там, Володю, у которого жили, Володю, которого встречали, то есть, и там всех остальных других людей, прям за теплый и добрый прием, то есть, вот, ну, прям по-христиански все хорошо. Поэтому съездили мы благополучно, слава Богу, чего и всем желаю, вот, да сохраните всех Господь и оставайтесь Богом.